В субботу 2 декабря на выставке «Моторы войны» состоялся динамический показ полноприводной машины-разведчика ГАЗ-64. Показ приурочен к годовщине контрнаступления Красной Армии под Москвой. Для ГАЗ-64 битва под Москвой стала временем наиболее интенсивного его использования. Машина применялась и как разведчик, и в качестве командирского автомобиля. С самого появления автомобилей в армии они использовались для связи и разведки. В дальнейшем эти функции частично возложили на мотоциклы. В 30-е годы в целом ряде армий мира посчитали, что оптимальным разведчиком является тяжелый мотоцикл с коляской. Но выявилась проблема. Коляска на бездорожье работала как якорь, сильно мешая движению. Одним из решений проблемы стала разработка привода на коляску. Также в нескольких странах решили создать маленькую полноприводную машину-разведчик, способную заменить мотоцикл с коляской. Первой страной, которая запустила такую машину в серию, стала Япония. Но по-настоящему массовый такой автомобиль сделала американская промышленность. В начале 1941 года разработка машины-разведчика была санкционирована в Советском Союзе. Поскольку идеей машины стала публикация об автомобиле Форд Пигме, в Красной Армии тему назвали «Пигмей». Результатом стало создание машины-разведчика ГАЗ-64. В августе 1941 года машину запустили в серию. Она стала самым массовым советским полноприводным автомобилем начального периода Великой Отечественной войны. Машину выпускали с 1941 по 1943 год. Ее разрабатывали в срочном порядке, так как шла война и армия нуждалась в мобильной технике, способной перевозить офицеров и транспортировать легкие орудия в условиях бездорожья. В начале 1941 года нарком машиностроения Малышев отдал приказ разработать легкий грузовик и сделать это в течение трех месяцев. Над проектом работали конструктор Грачев, инженер Вассерман и техник Кузин. Задача была не из простых. Военные поставили жесткие условия касательно параметров будущего автомобиля. Строго оговаривались длина, вес и колесная база. Обязательным условием была возможность размещения 30-ти миллиметровой пушки. Особое внимание уделялось плавности хода, который был необходим для прицельной стрельбы во время движения. Строго оговаривались длина, вес и колесной стрельбы во время движения. Строго оговаривались длина, вес и колесной стрельбы во время движения. Военнослужащий! Спасибо! Продолжение следует...